Так, привет! Я вчера обещал показать, значит, как начать делать, что видео прислали в беседе, да? Смотрите, как это всё делается. Add нажимаем, потом, значит, Image добавляем Image Plan, добавляем, допустим, где вот эта вся скачанная картинка, вот мы её добавляем, делаем S английское побольше, переключаемся во вьюпорте в этот вид. Так, вот у нас, значит, сама картинка вот эта. Так, нам нужно её перевернуть, значит, до момента нашего вот этого персонажа. Ну, где-то вот так, да? Единица на нампаде, там можно её выровнять, конечно, не суть вопроса. Вот сюда её подставляем, ну, чтобы смотреть. Так, R перекручиваем, G, и видим, что здесь у нас, значит, одна гора, да? Вот она. Вот он тут раз, толкается, то сюда, значит, кверх ногами. Это где-то вот так она должна быть. Так. И вот она здесь вся показана, что он отталкивается. Так, это что-то я не пойму, ну-ка, вот так. Да, вот так, наверное. А ну-ка. Так, единица на нампаде, что-то она кверх ногами. Так, тройка на нампаде, вот, наверное, сейчас должна она быть правильно. Да, и всё, вот теперь подставляем, значит, нашего персонажа к этому, да? R в эту сторону. Что-то интересно, картинка, запутался я. Так, Исмон, на первом кадре, что-то я не пойму, здесь он, а ну-ка. Падает, а, сверху он падает, да? Получается, нам нужно две горы. Одна гора. Потом он отталкивается во вторую, втыкает. И, значит, всё нормально. Добавляем Эд, добавляем Мэш, ну, Куб. Так бы хорошо, конечно, сделать нормальные две горы. Так, это, значит, вот таким образом, G. Это будет одна гора. Можно её будет вытянуть, допустим, ну, вот, таким образом, да? Опять же, смотрим, сколько он будет падать. Это будет Shift D, вторая гора. И расстояние между гор. Так, это вот вторая гора. Так, первая, по-моему, побольше, это поменьше. Ну, сейчас посмотрим, как от этого он, с этой он падает, на эту он попадает. Ну, в принципе, нормально. Давайте S картинку ещё побольше поставим. Куда-нибудь её, чтобы было видно. Ну, где-то вот так, наверное. Так, и на моменте, где он будет падать, да, это вот будет момент падения. Вот здесь. Значит, заходим, выбираем персонажа. Так, RIG его выбираем. Так, свет можно пока delete. Выбираем его RIG, ставим на первый кадр, там, на нулевой. Заходим в POST MODE. Всё остальное удаляем. Нам анимации эти не понадобятся. Delete. И, значит, на первом кадре выбираем вот эту вот площадку. Если mixam-овская, ну, mixam-овский RIG, то выбираем площадку. И поднимаем его до момента, где он должен падать. Вот так вот. G можно так. И получается, значит, здесь он уже падает. И можно просто уменьшить картинку и повторить его вот эту позу. Ну, давайте R. Допустим, вот так, да. Тут поднимаем его G как-то. Выбираем его ноги. Там, G. Вот так. Потом искривляем его R. Позвоночник. Ну, гражданин падает, да. Так, выбираем ему руки. Поднимаем кверху. Я не буду делать, короче, там точно, да. Я покажу, как раскидывается вот эта вся анимация. Так, это тоже G. Ну, приблизительно сюда. Так, одна рука уходит где-то сюда. Это выкручивается по любасу. Так вот, раз, G. Там, оп. И прописываем. А, И. Прописка. Всё, теперь у нас эта картинка будет вести. Получается, значит, на 10 кадре он летит, 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 летит. И, значит, на 20 кадре на 40 кадре он должен, значит, упасть и попасть на вот эту скалу. Здесь мы уже выбираем, опять же, площадку. Делаем R. Это рудкость. Не площадка, а рудкость, да. И, значит, её вот сюда вот как бы подставляем. Значит, R. Так бы вот так вот ставим. Можно её там поплотнее ставить сюда. Теперь выбираем, допустим, тазовую кость. Выбираем наши руки. И G, допустим, раз. Побольше вот тут загинаем как-то, ну. Делаем всё, короче, по картинке, да. Позу там всю штуку эту. Так. Руки вытягиваем. Смотрим, чтоб руки прям касались скалы. Потом здесь, значит, побольше. Р загиб, чтобы он прям докоснулся. Потом здесь у него, ну что, голова смоет, допустим, вот туда. Вот так вот, да. Допустим, ну, не буду делать полностью. Так. А. И прописка. Так, здесь вот смотрим, видите. Так, где он приземляется. Так, здесь нужно, опять же, выбрать площадку, рудкость, сделать R. И, в принципе, вы видите, что, ну, попал, да. Вот, раз, если вот так вот с изгибом полностью, да, попадает персонаж. Ну, можно немножко ему динамики задать, значит, вот, ноги чуть-чуть вот, как бы вот так вот. Вот, здесь он, когда падает, ему вверх смотреть уже не надо, в принципе. Где-то он смоет вот в таком вот варианте, допустим, A, I. И вот, получается, вот он падает, 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 потом бац. И вот здесь вот нужно ему столкновение сделать. Вот на картинке, видите, он просто плюхнулся. А здесь он должен выбрать, значит, ноги, G. Сначала приземляются ноги. Потом, значит, у него выкручивается тело. Вот так. Потом у него G. Ну, руки я не буду делать, ну, где-то вот скукоженные. Потом здесь, значит, R, голова скукоженная. И он должен вот под такой динамикой, как бы, прикоснуться, да. Значит, может даже еще больше на вытянутых ногах. Но это нужно шлифовать, смотреть, да, вот, оп, вот так. А, I, и резкое у него приседание, так, раз, видите, вот, шлеп, хоп. Потом у него что идет, смотрим по картинке. Картинку можно выходить в обжиг нот и потихоньку, значит, по мере, как вы вот делаете анимацию, опускать, ну, чтобы видеть, да. Так, заходим, смотрим теперь, что он, здесь он отталкивается, да. Значит, это, получается, уже картинка должна быть пониже. Заходим, опять же, выбираем его кости. Заходим в PostMod. Выбираем нашу root кость G. Здесь мы его R тоже перекручиваем, вот так вот. Тоже смотрим, где у него должны быть ноги, в каком, в какой позиции, да, там, вот. Теперь вот так они у него, как бы, должны расслабленные быть, или, допустим, натянутые, вот. Я думаю, вот, группируется он тут, раз, вот так. Здесь у него, что у него там, руки должны G, R перекрученные быть, как бы, вот так вот. Ну, чтобы их видно было. Опять же, когда он падает, да, вот, когда проходит какая-то анимация, вы внимательно смотрите на то, чтобы было видно. Вот, допустим, одну ногу можно сделать, допустим, вот, чуть вот так вот, да. И уже у него другой будет внешний вид, уже более-менее там будет, вот. Здесь у него, значит, ну, когда он падает вниз, у него, по идее, амплитуда изгиба, ну, должна, как бы, вот, вот такая вот быть, да. Здесь тогда руки чуть подтягиваются, чтобы они натянутые не были, да. А, и, и смотрим, опять же, точку толчка, раз, вот здесь должен быть толчок, вот он. И резкий, причем, да, значит, делаем R, перекручиваем у нас вот эту стулку, и вот смотрите, когда он на скале, вот, он, он все еще на скале, и здесь он толкается, допустим, то тогда тазовую кость выбираем, выбираем его руки, и, значит, G вытягиваем так, а руки вытягиваем вперед. Вот, ну, там еще локти надо, конечно, поправлять, там еще что-то, ну, базовое я вам показываю, вот так, да. Так, чуть-чуть он, допустим, уже не смотрит куда, он группируется. Так, руки у него, опять же, впереди. Ну, тут еще можно, значит, поводить вот эти кости. Сейчас покажу, вот, G, изгибы вот эти, лап попадавать, да, вот он, раз, чтобы мягенько он так, как бы, толкнулся. И, возможно, даже больше дать вот эту амплитуду. Это уже будет видно, когда будет шлифоваться анимация. Вот, вот так. А, и, и вот он, так, здесь он приземляется. Видите, у него скольжение появилось. Вот этого скольжения быть не должно. Так, вот эта анимация английская, так, А, должна быть G поближе. А здесь тогда, на сороковом, должен быть, как бы, толчок. Это, значит, G. Эти лапы. R. G прям поближе. Значит, G. Здесь вот эти руки идут на толчок. И здесь изгиб, короче, у него должен быть уже побольше. Вот так. Ну, и приседает он, конечно, тоже круто вот так должен. Хоп. Так, а, и прописка. И вот, получается, быстрый такой хоп. Вот он, видите. Толчок. Здесь он летит, группируется. На каком-то моменте он должен полностью быть раскрытый. И вот, G, лапы у него должны быть выровнены. Руки должны, раз он пошел прыгать, руки должны уже быть, ну, здесь где-то, да. А, И. И получается вот такая быстрая у него амплитуда. Но, видите, что он оттолкнулся от того же места и улетел на середину. Такого быть не может. Английская, так, где у нас площадка эта. Площадку мы, значит, отводим и прописываем, да. И здесь тоже, значит, ниже его опускаем, ну, чтобы амплитуда была полета. Ну, вот, в принципе, то же самое и получается. Здесь он, видите, проскакивает, ну, как бы, по горе, вот, от сорокового до сорок девятого кадра у него, видите, скольжение. Такого быть не должно. Здесь должно быть заторможенность. Значит, мы сороковой кадр, английская А, копируем, так, выделяем его, делаем Shift D и поближе к этому кадру делаем задержку. Так, здесь у него на сороковом кадре он, значит, еще приземляется поближе. И, и тогда этот заменяем Shift D. Так, и здесь получается уже скольжение тоже. Вот точка отрыва, запоминаем, где она находится, да. Вот, тогда вот эти кадры, сорок шестой, мы должны опустить до этого момента, вот сюда. И прописываем И. Пардоники, не буду вырезать. Пошли, ну. Так, и вот такая штука получается, да. Ну, здесь динамики еще, видите, вот у него прыгучий здесь, да. Он приседает, получается, здесь он присел, здесь он как бы встает, вот здесь. Но встает он у нас вот на этом кадре. Тогда вот это все Delete удаляем. А вот эти кадры Delete удаляем. А вот этот, тогда почему-то G вот здесь должен быть. Ага, все, вот я пропустил этот момент. Но момент приседания у него тоже есть. Вот он, раз, и оп, он отталкивается. Так, здесь вот кручение у него. Значит, на шестидесятом выбираем площадку и R перекручиваем персонажа. G, ну, когда вот вы так будете крутить. Так, это руки, значит, здесь у него, сейчас расскажу. Ну, здесь, короче, он держит меч, там, вся годня, да. Там ключицы поправляются, локоть поправляется, само собой. Ну, делается, чтобы он держал меч, само, понятно, это дело, да. Там, допустим, вот сюда, туда-сюда. Здесь тоже R, рука перекручивается. Здесь он уже должен видеть, куда он, значит, летит. Вот так вот. Вот таким образом, да. А, И. И смоем. Вот здесь сейчас, возможно, сбивка анимации. Ну, вот, раз. Чтобы правильный перекрут был, нужно его ловить. Вот, значит, здесь он здесь. Потом, вот здесь он должен быть по картинке, допустим, R. Вот тут. Ну, руки, само собой, уже вверху с мечом. Так. И вот так он хоп-хоп. Здесь он стыкается уже, значит, в наш вот эту штуку. Это уже грудь, кость мы крутим. Делаем G. И тут уже нужно вот это всё возвращать. R выкручивать назад. Площадку перекручивать. И вот здесь вот, вот здесь он стыкает, да. Так, здесь ноги у него, значит, G. Так, это ноги у него G. Перекрутка расслабленная, они у него, потому что он повис, допустим. А, и... Ну, и динамику руками делать, конечно. Вот сейчас раз, вот смотрим, где руки. И руки выходят. Здесь вот он раз уже мечом втыкается. И тут он уже пошёл вниз, да. Ну, здесь уже анимация попроще, да. Смотрим, насколько он должен вниз пойти. Но, по картинке, вот опять же, видите, я до скалы не дотянул до этой. Значит, я выбираю, где это вот кость. Так, тройка на нампаде. И, значит, вот это всё я подвожу, значит, к стенке вот к этой. Так, здесь он крутится. Так. Здесь, когда он крутится, вот эта часть ещё должна, значит, вниз уйти. Так. И здесь, где он крутится, видите, он вниз летит. Получается, что каждая амплитуда, вот эта вот, да, должна находиться с каждым кадром ниже. Вот эта вот тут должна находиться. Так. А эта должна вот тут вот находиться, где он уже перекрутился. Так, и, значит, вот видите, тут мало перекрутки. Получается, здесь он летит вниз. Прописку делаем. Потом он летит ещё вниз. Прописку делаем. Потом он летит ещё ниже. И потом он летит ещё ниже. Потом он, значит, вот эта штука уже втыкается где-то вот тут. И здесь он благополучно, допустим, спускается вниз на мече. Вот так вот. Ну, там дальше, конечно, можно делать. И вот теперь, если поставить, сколько тут, 70 кадров. Так. Обзор мод. Значит, давайте вот этим материал какой-нибудь добавим. Ну, пусть будет серый, коричневый, да? Эту можно чуть другим цветом, чтобы она отделялась. Так, ну, а эту заднюю вот эту можно уже делить. И смотрим. Тут уже нужна камера. А ну-ка, 0. Выберем, давайте камеру. На первый кадр поставим. Shift-F нажмём. И вот здесь момент, где он падает, да? Давайте. Красиво это снимем. Ну, вот так вот, да? Пропишем и камеру. Потом, значит, он идёт, идёт, идёт. Здесь он приземляется. Делаем Shift-F. Здесь желательно камеру другую ставить, чтобы она снизу, как бы, слежением занималась, да? Так, это будет уже вот так вот. И смотрим, шлифуем. Ну, в принципе, чё, нормально. Здесь он раз. Берём его Shift-F покрупнее. По центру. Это, значит, правило третей. Кому интересно, я выкладывал, посмотрите. Как это всё организовывается, да? Можно даже акцент поставить на его приземлении. Это, значит, камера приближается. Вот так. И делается И. Тогда вот это пусть будет промежуточное. Вот раз, видите, резко приближается. И ждём его толчка. Он отрывается. Мы, значит, прописываем Shift-F. И мы постоянно должны уходить вниз. Вся запись должна вестись снизу. Пишем И. Видите, камера чуть сбилась. Это надо поправлять. Shift-F. Вот так вот. Ну, там по-разному вариантов. Очень много это дело снять. И вот мы видим, что раз, как бы он здесь, вот, в одном месте крутанулся, да? Маленькая амплитуда. Значит, здесь можно ещё ниже опустить его. Потому что камера снимает снизу. И всё, что происходит, допустим, ну, сейчас покажу Shift-F. Если взять его по прямой, вот так, то будем видеть, что он падает. Вот. Давайте пропишем. Вот здесь он тоже должен уже уйти, значит, ниже. Ну, это шлифовка, корректировка. Я вот здесь вот, видите, на одной точке он остался. Вот он толчок делает. И на точке вот этой, где ноги и повис. Он здесь уже должен ниже уходить. Ну, бывают косяки. Это всё при шлифовке, значит, корректируется. Находим момент, где он, ну, втыкается, втыкает свой меч. Шифт-F. Так, вниз опускаемся. Ловим, опять же, две скалы, если нам надо. И прописка. Ну, вот так шлёп. Ну, тут ещё шлифовки, конечно. Ну, в принципе, я думаю, что вам понятен, да? Вот такая штука. Ну, пока. Надеюсь, помог.